41 августа а почему не в школе кто приехал реально выиграли в лотерея шикарную погоду тут немножко даже воняет ребят посмотрите мату дошли там людей много под солнцем выглядит гораздо более приятнее отдых всех этих людей кто это наконец-то я нашел людей джиматы грустишь того что пляжа пустеет самый лучший пляж впереди сейчас перед вами не мусора и водорослей все просто идеально хотели бы приехать вот такое место вот с таким морем это тоже она я не знаю почему все боятся этих водорослей критично это или нет что они в принципе у нас существует 41 августа жемчужной россии количество людей вот это да можно видеть что как ходила зелененькие вот женщина стоит нам лечится добрый день дорогие друзья приветствую вас из солнечного города коротко анапа мы находимся на пионерском проспекте и сегодня появилась информация о том что нас увидите зева в анапе проходит общественное слушание по поводу изменений на пионерском проспекте и части витязева опять будет у нас продвигаться деревянная набережная за дюнами не спереди за дюнами если дюны не пострадают в принципе зала и обещают новые парковочные места двухъярусные там многоярусные парковки новый концертный центр там заброшенные территории детских пансионатов превратят в парке и зоны отдыха сделают велодорожки и пустят электробусы также электромобили для доставки на пляж маршрутки уберут с пионерского проспекта в общем не жизненно сказка ожидает нас но на бумаге все сладко написано как это будет реализовано на самом деле мы будем посмотреть ну а те кто разбирается в теме я прошу принять участие в этих общественных слушаниях более подробная информация есть у нас в реверном канале заходите почитайте посмотрите я буду вам за это благодарен опять таки на рендерах мы не видим ни парковок которые обещали не велодорожек которые тоже пообещали красивая картинка вот фонтан мне кажется что он должен появиться в районе ракеты ну по крайней мере бывшей ракеты где сейчас апарт комплекс строят как раз таки ривьера выглядит все в принципе симпатично это вот на джемоте похоже за улице ростовской что приведут в порядок все вот эти объекты торговые где построят вот это тоже большой вопрос в общем на бумаге все красиво теперь к проблемам о том что происходит сейчас в эден-виллэдж где обрушение может привести к обвалу домов я заехал наверх сегодня и смотрите что там друзья нахожусь возле этого поселка эден-виллэдж где как раз таки произошло обрушение у нас и сель сходил но мы видим уже идет сооружение подпорной стены кратчайшие сроки хотят это успеть до дождей видите мы видели как отсюда увозили грунт но это было все подготовка уже делают свои и заливают полностью бетон причем довольно таки быстро все продвигается главное чтобы вот этот склон не пошел вниз посмотрите насколько этот обвал страшно выглядит со стороны ужасная конечно тут могла произойти трагедия будем надеяться что вот эти все действия приведут к тому что обрушение склона и спасение вот этих многомиллионных построек сзади меня произойдет а так людей тоже тут жалко строили строили лица не переживали ни о чем вроде бы с видом на море посмотрите лжика кавказ пусть него видно наше прекрасное морюшко и тут тебе на самый главный вопрос всегда у всех кто виноват что с этим делать но почему-то обвиняли там тех кто вывозил песок тех кто копали экскаваторщиков там еще кого-либо но но заборе висит разрешение на строительство в архитектуре в анапе решили что это все делать можно собственно причем тут все люди которые работают заключать контракты с застройщиком подрядчиком тем более город кортанапа разрешил всеми действиями этими заниматься здесь появятся апартаменты которые будут продаваться ну и собственно дай бог чтобы на них вся эта стена не посползала сначала надо было сделать подпорную стену а потом уже строить вот все то что мы видим внизу тут уже из земли вылезли цокольный этаж принципе готов дальше пойдет выше но пока мы видим здесь озеро которое подсыпали песком и как производится здесь работают будет прям здесь сейчас эти скважины которые заливается бетон дальнейшем мы увидим здесь подпорную стену как раз таки такие новости с этих мест опасно конечно здесь передвигаться потому что мы можем увидеть с вами как размыло-подмыло дорогу здесь ребята ведут бетонирование уже тут и дальше появился водоотводной канал который вам сейчас покажу который дальнейшем должен не дать разрушать эти земли больше именно водой дождем так вот выглядит этот лоток здесь была порвана труба и полностью под этого участка уходила вода со всего собственно поселка потому что ливневка не было предусмотрено сразу сейчас вот этот лоток должен решить эту проблему и забрать воду отвезти оттуда дальше будем смотреть как это будет работать здесь грунтом засыпали этот обвал развал который здесь произошел уже новый люк установили и под канализацию электричество вроде бы все сделали судя по тому что здесь продолжает благоустройство территории строительство бассейна то дальше навес делают в этих домах принципе никто ни о чем особо не переживает 20 плюс миллионов стоимость у каждого а то и больше и далеко от моря с нашим теплым климатом главное чтобы удержали этот склон удачи не разрушался опять-таки кто виноват чтобы давал разрешение геологии топографы там и так далее должны были делать заключение смогут ли они реализовать это или нет без вот таких вот катаклизмов и разрушений видать кто-то где-то не на своем месте у нас можете ошибаюсь может быть это чудо какое-то произошло и песок пополз не смог вообще не должен был быть вот так местечко конечно классно я кстати есть обзор на один из домиков внутри там у меня друзья делали ремонт можно как-нибудь выложить его пишите если хотите посмотреть этот обзор то залью смонтирую вот у нас как обычных обывателей всегда возникает вопрос только когда нет такого паспорта объекта вот пожалуйста паспорт все вопросы задавать надо тем кто дал разрешение на строительство имеется собственно это уже большой большой вопрос что в чем виноват посмотрели оценили принимаете решение кто прав кто виноват их вопрос но сегодня мы пойдем смотреть с вами проход к морю лазурный берег и насколько хватит моих сил а я надеюсь что их у меня еще много хотя сюда 5 километров пробежал мы посмотрим с вами пляжи я сегодня уже отснял пляжи отсюда и до жемчужины посмотрите когда дойдем до моря и далее отсюда и до надеюсь конца джемоте посмотрим как вы ли территории обратно вернемся уже по пионерскому проспекту давайте приступим хватит болтать друзья моих крепко вас обнимаю приглашаю подписываться на канал спасибо всем кто поддерживает донатами также пишет нам сообщение вконтакте в нашей группе вы туда подписались ну и умоляю подпишитесь пожалуйста на телеграммчик наш очень буду благодарен с вами юрий озаровский вам всем привет черноморский и отправляемся на моря нужно сейчас проблемными участками это как раз таки парковка ведь весь пионерский проспект забит автомобилями здесь у нас юнга бывшим министерство обороны которую пока забросили будем надеяться конечно эти территории все-таки дадут жизни что-нибудь типа в продолжение эры как и обещали здесь появится с левой стороны мы снимали гостиницу на обзоре это местечко катран называется здесь бывшая северное сияния тут тоже очень много гостиницы снята на обзоре в том числе и квартиры есть на канале можете смотреть ну и проход в мури лазурный берег с правой стороны у нас правой стороны это пансионат лазурный берег называется туда дача анапа-нептун их называю потому что с правой стороны их пляж и здесь находится сегодня в комментариях прочитал о том что юрий ты так сильно разрекламировал в начале сезона эти пляжи, что мест здесь не было. Просто люди запоминают бесплатные парковки и приезжают сюда отдыхать на речку. Сейчас я припаркался в самом начале. Здесь плюс то, что вы приезжаете. Много парковочных мест, куда можете бесплатно поставить машину. С левой стороны у нас фрукты и овощи продают. И там есть дублер этой же дороги, по которой вы можете отправиться к морю. Тут даже туалет есть. Био. Не знаю, платный или бесплатный. Если открыть, наверное, бесплатный. Приезжаете, машинку припарковали и до пляжа дошли. В дальнейшем, если, конечно, проект реализуют, вот такой масштабный, классный, что будут везде дороги, бесплатные парковки. Хотя нет, парковки сразу сказали, что будут платные. Но в любом случае, если они будут, это будет тоже большим плюсом. Если их не будет, то тогда это будет, конечно же, беда, друзья мои. Местечек здесь, где поставить свою машинку. Прям даже сейчас очень много летом. Это было бы сделать проблематично, большому сожалению. Сама речка не чистится сейчас. Видите, как заросла, в ней обитает рыба. Сегодня я тут даже цаплю наблюдал. Вот это, да, речка Можипсин. Цапля. Никого не поделится. Тут люди с двух сторон ходят. С природой уже все равно. Такой вот мир природный. Территория бывшего озорного берега немножко была поделена. Выйдет на несколько гостиниц. Они застроились, перестроились. Даже столовая появилась. Чего раньше не было. Ну и с той стороны там и столовый. Разнообразные места для размещения тоже находятся. Там вообще такой кластер большой. Еще раз говорю, там много гостиниц у нас есть. Обзоры даже свежих в этом году снимал. Тут сегодня наблюдал, как папа с сыном ловили рыбку. То есть в этих местах это возможно. Особенно с отрица либо на вечерке. Приходите за карасиками. Ну поймал, отпусти. Советую, чтобы остальным доставалась рыба. Здесь в принципе достаточно. Сюда мы наблюдаем аквапарк озорного берега за забором. Большое количество амброзии. В этом году ее у нас прям целыми полями выращивают. И никто с этим ничего делать не хочет. И подходим к выходу на море. Здесь, конечно, машины как пирожки со всех дыгок торчат. Потому что люди не любят ходить и пытаются как можно ближе припарковаться побережью. Также здесь выезд на пляж для технической обслуживания. Там разные мусорки проезжают и так далее. Вот он, пляж Лагуна. По пути здесь у нас досками выложена дорога. К счастью, нашему морскому с левой стороны у нас боцман. Бар находится, кафе правильно называется. И речка Можепсин сопровождает нас всю дорогу. Прямо до самого морского берега. Пляж у нас здесь под видеонаблюдением вроде как. Есть переодевалки, пуссорки и бесплатный душ и ногомойка. Это прекрасно именно на этом пляже. Но в этом году у нас большая проблема именно с водичкой. Так как ее здесь больше не продают с августа. Бары все позакрывали. Остались только лежаки. Шезлонг стоимостью 500 рублей. Если на 5 дней, то тогда шезлонг будет стоить вам по 400. Ну тогда надо оформлять. А вы куда-то уехали, не воспользовались. Конечно, может быть печально. Людей, как можете увидеть, сейчас не можем. Даже, кажется, с утреца здесь было побольше. Ну я вам покажу, как они выглядели утром. И сама речка несет свои воды к морю. Вода просто чудесная и прекрасная. Чистая, кристально. Водорожная начиналась сегодня туда дача воздушно-чужина России. Но потом опять шло чистое море. А здесь настолько кристальная водичка, что я не удержался и искупался. Море 26 градусов, ребят. Температура воздуха 31 возле моря. Тут работает прокат, гидроцикл и таблетка. Но людей очень и очень мало при этом. Вот такая обстановочка. Показываю вам по кругу, как здесь все выглядит. Если кто-то хочет приехать, спешите. И парковки свободные, бесплатные пока. И море чисто манящее. Друзья, смотрим с вами на пляж вагуна. Обстановка вот такая. Есть места на парковке. Людей немного. Скажешь, наверное, море грязно. Море чистейшее, кристальная. Водичка 25 градусов. Воздух 31-32 сейчас. Людей практически нет. То есть, в принципе, идеально для того, чтобы приехать сейчас сюда на отдых. Есть душевая бесплатная, джеки попить рот, переодевалки. Единственное, водичку все берите с собой. Здесь ничего не продаются из-за нашей администрации. Если посмотреть на пляж, который называется Фея 3 и туда дальше, в Сибур-Юг, там людей побольше. Ну и в ту сторону мы можем увидеть джемотей. Смотрите, под берегом там стоят водоросли. А здесь кристаллов и людей практически нету. Это отсюда взгляд, туда в сторону Витязева, Кавказа. Тоже очень красивая картинка людей. Мало-мало-мало. Эта грязная часть пляжа Лазурный берег. Тут можно увидеть, что крокодилы зелененькие. Ну и женщина стоит, наверное, лечится. Солнечные ванны плюс таласотерапия, обертывание водорослями. А вот туда, влево, тут была чистая водичка. В общем, каждому свое море. И людей напротив водоросля не так уж и много там, где чисто. Людей побольше. Эта волна называется местечко. У них бар тут на пляже есть. Людей здесь не так уж и много. Водичка кристально чистая, привлекательная. Уверен, что если вы сюда приедете, прям кайфанете. Там людей, видим сколько. Заходит тучка, мне сейчас прям вообще отлично будет. И в ту сторону смотрим Кавказ. Вот это да. Там количество людей вообще радует. Чем ближе к Витязе, тем больше. Кажется, что сезон еще не закончен. Выход с пляжа Кавказ с подарочкой. Тоже объяснется немного. Но какое здесь море. Просто фантастика. В ту сторону прекрасно. Идеально, можно сказать, тоже все. И мест очень и очень много. Шезлонги есть, переодевалки есть. Не хватает только вас. 33 на солнце сейчас. Пляж, который называется Кубанская Нива. Это детский санаторий на Пионевском проспекте. Здесь вообще сейчас никого нету. Ни детей, ни взрослых и водорослей тоже нету. Чистейшая, красивейшая погода и море. Это пляж называется Сибирис Резорт. Вот его загородка слева стоит. А это Афалина. То есть мы у нас таки стоим. Здесь тоже кристальнейшее море. Вообще везде почистилось. Идеально просто. Это четко пляж Афалины. Золотые флаги. Купание разрешено. Кристальное море. Тут еще звонкий прокат есть. Также можно на катамаранах покататься. Идеально. Катамараны, по-моему, по 700 рублей, по 1000 были. И отсюда мы можем увидеть туда дачу, пляжику Жемчужной России. Количество людей на море. Красота, да и только. Шло у нас уже, друзья. Там 41 августа. Этот пляж называется Одиссея. Вот этот южный парус. Пламя. И посмотрите, какое здесь море. Просто фантастика. Тут ребята сапы сдают. Можно покататься, отдыхать, в принципе. День добрый. Тут отдых фантастика. С такими пляжами хочется возвращаться. С одной в теплое, классное море. Посмотрите, сколько людей еще на берегу здесь на отдыхе. Круто же. Этот пляж у нас зовется Селена. Люди еще очень много в Селении отдыхают. С лонгами они подходят к берегу. Ну и чистое море у них. Это пляж называется Парус. Здесь людей тоже много. Особенно в той части, потому что там водичка становится чище. С левой стороны у нас водичка мытнее. Тут людей поменьше. Хотя вся вот эта территория забора, это именно их. Там на территории никто не отдыхает. Все выходят к берегу, перегораживая его своими шезлонгами. Смотрите, мы проходим санаторий Анапу МВД. Здесь море чистая становится. Напротив него были водоросли. Дача у нас пляжа Мчужная Россия. Но между Анапой, чем Мчужная Россия, есть такой вот островок, который свободен. Вон тут отдыхать будет пока. Видите, здесь немного людей. Дача, вы видите, там будет прям их засилие. Такое, друзья, у нас 41 августа. Ну или 10 сентября 2024 года. Солнышко чуть зашло. Конечно, под солнцем было по щеке России на это все смотреть, но тем не менее. Это пляж Мчужная Россия. Тут дальше Селена Парус. И огромное количество людей. Отдыхает море с температурой 26. Я замерил даже на глубине. Южный ветер подогнал теплые слои воды. Температура водка 31,7. Как вам такая красота? Такое ощущение, как будто все в джемоте. Может мне отсюда кажется, туда отойдем, там тоже будет пустынно еще. Вот эти все пляжи ждут наших ног, чтобы мы их прошли аж до самого пикса и чуть-чуть дальше. Вот Кефаль. Она подходит сюда, так как здесь речка выносит богатые планктоном рыбки. По-моему, ее Димфин покусал конкретно эту рыбку. Небольшое у нее повреждение есть. Разглядели или нет, напишите. Мы продолжаем нашу прогулочку с вами, ребята. Здесь смотрим раз таки на шезлонги, которые тоже сдаются в аренду. Состоимость та же пляжа пустынная, но дальше здесь небольшой момент, на котором начинаются водоросли. Дети, игра загорается, родители скинули на берегу, отдыхают. В общем, отдых в полной мере. Ну и вот такая вот бяка тоже может быть. Это, конечно, печально. Я не знаю, почему все боятся этих водорослей. Критично это или нет, что они, в принципе, у нас существуют. Ну, в принципе, это нормально для моря. Когда есть и чистая вода рядом, и с водорослями тут, я думаю, не критично. Критично лично для меня это, когда они гниют, их не убрали, издается такой аромат неприятный, который отпугивает людей. А так приезжайте, отдыхайте. Даже водоросли – это йод, полезный для рыбок корм. И также они в них прячутся. Вот такая шляпа красивая девушки. В общем, отдыхают прямо напротив этих самых зелененьких водорослей. Тоже плюс, ты не бред будешь, перешагнул, удачи, купайся. Море-то чистое. И вот за тебя практически никого нету. Ну, пустова там. Согласитесь, сегодня даже на Жемчуж-то России выходил, там людей было гораздо больше. Хотя вот, подвигаясь в сторону Джамате, вижу, что там пляжи наполнены людьми прям довольно-таки сильно. На этих местах вы можете отдыхать практически как бы на своем море. Вот пока идем. Здесь водоросли, где ребенок купается, они уже кончаются. Алкоголь в наклоне заходящего. Солнышко в морюшке. Люди отдыхают. Здесь выход по одной из улиц. Есть также настил. Здесь мимо Альфа Плюс, или как называется там, гостиница. И посмотрите, какая тут начинается кристально чистая водичка. Здесь также пляжи сдаются, не работает бар. И дальше будем подходить уже к пляжу Фей-3. К очередному выходу на море. Комараны ждут, не дождутся своих гостей, чтобы покатать. Ну, тут все, ребят. Сезон заканчивается именно так. Такие температуры. Кто-то палатку себе прям притащил на берег. Дом все поставили. Отдыхает, ребята. Ну, главное, чтобы чистота после вас была. А там тащите что угодно, если вам это в кайф нести. Для меня даже полотенце такое себе на пляж брать, а кто-то дома приносит. Ребята молодцы. Между купанием занимаются строительством. Дом из песка или замков из песка. Главное, никого не раздавить. Девушка уснула. Лучший сон, конечно же, на морском берегу. Какие-то еще изваяние. И чем дальше я иду, тем пустынней пустынней становится. Ну, и вот она, территория пляжа Феи Третьей. Здесь перед пляжем большая территория, на которой практически нет людей дальше. Невероятно красивые и манящие дюны. И это просто прекрасно. Идти рассказывать про эти места и показывать, в какой красоте мы с вами находимся, друзья. Водичка чистейшая. Просто фантастическая. Во всех глаз. Ну, в Джаматее, там сейчас начнется. Конечно, на движуха там людей еще много. Идеально в чистом море сесть на берегу и ловить волну. И тут, я смотрю, отдыхает много людей. Знаете, что пишут? Что очень много людей сейчас, именно в осеннее время, поехали с бронированием на одного человека. То есть очень много одиночных путешествий производят. О, только что было чисто море. Пожалуйста. Опять немножко водоросли есть. Полностью нормально. На всех пляжах самых лучших, самых чистых и манящих, и прекрасных, которые у вас хваляете, такая ситуация даже не удивит никого. Когда целое плато стоят, это прям печально. Мы проходим Фею Третью. Здесь между Нейч и следующим пляжем, который зовется Сибур Юг. Построены такие песчаные израяния Майя. Красота. И опять-таки людей с каждым шагом все меньше, меньше, меньше. Такое ощущение, как в Сибуре вообще практически никто не отдыхает. Ну, и водичка у них тоже чистая. То есть, если вы хотите уединенные пляжи, проходите Сибур. Я вам сейчас эту территорию покажу. Здесь же, ну, просто такой вау-эффект. Можно спать, отдыхать в удовольствие. И никто тебе при этом не будет мешать. Красота. О чем, как говорится, мечтают наши люди, получают в Анапе в полной мере. Я надеюсь, что и вам даже, смотря это видео, прям все очень сильно заходит и нравится от души. Ну, вот дошли до центрального входа. Пока болтал я тут немного. И можете увидеть, что ситуация просто восхищает своим именно чистотой, пустотой, красотой. Ни мусора, ни водорослей. Все просто идеально. И людей очень мало. Ну, а дальше пляжная территория чисто для меня и вас. Вот такие вот водоросли, ребята. Как они здесь не нравятся, наверное, всем. Ну, еще раз говорю, водоросли должны быть. Это питательные вещества для всех живущих в море. Крабики, рапанчики, всякие там моллюски кушают их. Даже коньки морские живут плодоростные и цепляются за них. Поэтому пускай будут. Чуть-чуть местами. Ну, и вот оно. Самый лучший пляж впереди. Сейчас перед вами. Это между крымом проходом Джимате и Сиборьюгом. Идеально. Смотрите, какие дюны. Смотрите, какие кадры. Просто там семья бегает по этим дюнам. Просто фантастиик. Лучшее место Пионерского проспекта, если честно. Как вам? Напишите обязательно в комментариях, хотели бы приехать вот в такое место вот с таким морем. Это тоже Анапа. В нашем золотом песочке детки, мамы. Вот они там постелились и отдыхают. Здесь на дюны смотришь и душа радуется. Даже чайки там сидят. Какая красота, друзья. Лучшее место в Анапе. Из-за того, что здесь нет людей, это место чайки используют как аэродром базирования. Видите, они огромные такие. Сидят. Даже взлетать им лень. Они будут бежать от меня до последнего. Это альбатросы, по-моему, пора называется. Но там маленькие с черными хвостиками чайки, к которым мы больше привыкли. Перелетели на море. Мы желаем хорошего отдыха. Но мы продолжаем наше движение. Я на этих дюнах тоже раньше фотографировал. Ну, далековато ходить. Просто людей сюда возить. Но фотки здесь тоже просто фантастические получаются. Хотя вот если сейчас приезжаете, можем куда-нибудь сюда пойти, пофотографироваться. Буду рад вас видеть. Приглашаем всех на фотосессию. Красивейшее фото на память об отдыхе в городе Кровьцанапа, поселке Витязел. Номер телефона 8 988-333-7887. Пишите. Скину прайс на услуги. И надеюсь, что мы с вами сделаем красивейшую фотосессию. Такая мини-реклама для меня самого. Идеально? Отменить, да? Удача. Начинаются люди, которые решили немножко пройти. Потом рядом с ними приходят другие люди. Все равно места очень много. Тут ребята уже отдыхались. Смотрю, что собираются, походу, уходить. Собственно, говорится, почему бы этим ими заниматься. После отдыха отправляться в свои отели. Также мы проводим разнообразные экскурсии. Ребят, для вас у нас максим этим направлением рулит. Потому что надоело слушать плохие отзывы. Есть индивидуальный вид экскурсии. Вас отвезут потом в любое место Краснодарского края. Расскажут об этом. Все покажут. Есть водно-сухопутная экскурсия. То есть покатают на машине, покажут красивые места. Потом еще все это отшлифовать на яхте вокруг Анапского мыса. Ну, а также другие вариации. Там дайвинги во всех местах Анапы. Можно погрузиться в лошади. В общем, все-все-все. Ребятки подобрали для вас. Так что если вы приезжаете на отдых, записывайте номер телефона Максима. Подписывайтесь на наши группы в телеграмме ВКонтакте. Видите их сейчас на экране. Будем вам абсолютно каждому рады. Ну и те, кто уже съездили. Вас уже тоже очень много. Обязательно пишите свои отзывы. Здесь совершенно пустой пляж. Хотя было много людей. Хорошие мои проходы. Кончается сезон, друзья, к сожалению. Надеюсь, как на центральных пляжах Джимоте мы еще найдем наших любимых отдыхающих в больших количествах. Не верится, что в такую погоду так мало людей на море. Надо продлять, мне кажется, на весь сентябрь отпуска. Лучше даже до середины июня не пускать людей по отпуска. Лучше до середины сентября, чтобы отдыхать. Потому что каждый год мы одно и то же наблюдаем. У нас на календаре сегодня 10 сентября. По факту это идет у нас 41 августа. Погода и чем не хуже, чем та, которая весь этот месяц, последнее лето была. Купающихся в море много. На берегу мало людей. Из моря, конечно, в такую погоду вообще выходить не хватит. Она такая теплая. Она вообще классная. Здесь мужчина решил сделать подкоп своему замку. Чтобы море дошло и принесло воды к его девушкам, которые там сидят. Круто, собственно. Здесь мы дюны золотые. Проходим пляжные территории. Курортный отель Олинг впереди. Также Понтос с левой стороны. Тут нам тоже опять встретились немножко в отрасли. Торетично или нет, обязательно пишите. Будет интересно узнать ваш ответ. Ох, посмотрите, какой красавчик. Спасибо нашим ребятам, кто охраняет наш покой. Сегодня была большая атака БПВА. На территории СССР есть погибшие, мирные жители, к большому сожалению. В такое время мы живем. Пока не коснется всех и все не будут одним кулаком поддерживать наших дорогих солдат, мы, к сожалению, будем все это терпеть. Так что, ребята, хватит. Поддерживайте наших ребят словом, делом, финансами. Им все надо. От души и до души. Так, мы дошли до кривого прохода. Вот он выход. Понтос, как я и сказал, здесь Курортный отель Олинг находится. И море, которое называется пляжная территория, не есть у меня на обзоре. Ну, море, в принципе, тоже чистое, хорошее. Мне нравится смотреть со стороны, как отдыхают люди и показывать это тем, кто с той стороны глядит в экран и еще собирается к нам ехать. После середины сентября таких людей очень много. И в море купающихся здесь тоже пока мало. Надеюсь, перезаезд произойдет, но обычно после 10-го уже сентября людей тоже становится маловажненько. Но мы надеемся, что вы к нам еще приедете. Туда дальше на Джимате, я смотрю, что людей вроде побольше будет. Но туда сначала еще надо дойти, чтобы глянуть, как там что выглядит. В общем, кто приехал, хорошего отдыха. Кто едет в легкой дороге, кто уезжает, ребятки, приезжайте снова. Мы благодарим вас за то, что выбрали Анапу. Три часа дня, бархатный сезон. Вроде бы казалось, что в это время тут должно отдыхать людей прям миллион. Покушали, после обеда пришли, загорается, тепло пока, хорошо. Но, увы, все в бассейнах, наверное, сидят в этих all-inclusive. Людям лень ходить на даже чистое, прекрасное, манящее море. Ох, у меня за сегодня десятка шагов уже под ногами. Земля прозертелась столько километров, около десяти. Так что, эх, вас только не встретил, друзья, дорогие мои. Видно, видно, насколько меньше вас все-таки стало. Я ожидал гораздо большего количества людей, потому что в сезон эти места были очень наполнены. Люди прям стоят загорали. Сейчас вроде бы местами можно встретить, да, большое количество людей. Но это местами, не по всему пляжу. То есть раньше здесь, на Джимуте, было именно везде так. Сейчас с тем моментом, что у нас становится больше отельных мощностей, людей по всему побережью, по всем пляжам становится, ну, в принципе, одинаково. Единственное, вот такие секретные, как я вам показал ранее, пляжи встречаются, где, в принципе, все хорошо. И там еще можно найти пустынные места. О, мы дошли до беды. Водоросли, крокодилы. Тут немножко даже воняет, ребят. Все-таки места я считаю, что должны убирать. В принципе, ну, уже, наверное, и не для кого. Потому что тут раз-два-три и все, друзья. Может, они специально даже искали сами это место. Пришли на отдых и отдыхают, чтобы дышать этими парами, мазаться этими водорослями, там, ну, еще за чем-либо. Но, опять-таки, крайне небольшое расстояние проходим, и это все кончается. Можно даже попробовать пробежать и не дышать в этот момент, чтобы не портить все настроения. Постепенно приближаемся уже к пляжу, который зовется у нас гостевой проезд. Тут людей становится побольше. На отдыхе лежат, как звездочки, водят солнечные лучи. Через кучки тоже, кстати, утрафиолет проходит и дает возможность отдыхать их. Вот тут можно повазить, попрыгать. Все это за отдельную плату. Стоимость уточняйте у тех ребят, которые эти услуги производят. Там медпункт, спасательная ручка, также массажисты, ну и такие отдельные качели. По 2000 их сдавали в этом году. Даже сейчас видим, что мужчина отдыхает, женщина отдыхает. Значит, пользуется еще популярность. Сусапы от 700 до 1200 стоили в сезон. Ну наконец-то, потому что мы нашли людей на Джимате. Это хоть чуть-чуть радует. А то шел-шел, такие расстояния преодолевал. И там пляжи практически пустые были. Ну вот кто-то любит пустынные места для отдыха и загоров. А кто-то выбирает такие, где прям людей побольше. Я все-таки за пустынные места. Мне не нравятся. Прямо гораздо больше. Здесь на гостевом проезде море чистое. Конкретно вот от выхода эти смотреть. В сезонге входят 400 и 500 рублей. Так же, в принципе, как и везде, ценник плюс-минус одинаковый уже. Ну и катамараны тоже вот 1000-1200 рублей за час стоимости. И чуть-чуть поближе давайте заглядимся в лица счастливых людей, которые сейчас на отдыхе получают максимальное удовольствие от всех этих моментов, которые здесь происходят. Дети копают песочек с родителями, кто-то катается от горки отломанной от катамарана, а кто-то в море отдыхает. Шикарная погода позволяет делать это в полной мере. Не переживаю, что вы замерзнете, находиться в море по часу и больше. Ну, не перехлаждайтесь. В любом случае надо выходить, греться на солнышке, закапывайтесь на наш прекрасный песочек. Продолжаем движение. Здесь по берегу не пройти. Вдоль кромки воды приходится обходить эти катамараны. Ну, буквально несколько шагов делаем влево, и наши пляжи становятся снова пустынными и прекрасными. Собственно, чему, я думаю, рады абсолютно все жители и отдыхающие города. Те, кто знают эти секреты, ведь отошел в сторонку и отдыхает практически один. При этом море радует. Летом ходил, здесь было гораздо более печально. Вообще, даже пошел умылся. Прикольно смотрелось. Здесь Рябинушка пляж проходим. Ну, тут, в принципе, пляж за пляжем. Они небольшие территории. Отдельно обращать внимание на них на всех не стоит. Я думаю, вы понимаете, гостевой проезд вышли, а дальше уже сориентируетесь, какой именно пляж я вам показываю там. Ух, какой загар у девушки прям. Здравствуйте, хорошего отдыха. Спасибо. И радость. Амбра. И также Мореа. Называется Мазе Халам. Я, конечно, даже прочитать не могу. В общем, Амбра. И еще какой-то отель билет этот пляж на территории. Возможно, я как раз таки на них обзор свой снимал. Потому что что-то знакомое. Уже все отели даже запомнить не могу, ребят. Но показал их в этом году прям очень много. Выбор именно с обзорных отелей у вас просто гигантский. Здесь мы проходим еще одну. Какую-то территорию не огорожено. Вот так вот. Просто шезлонги поставили для своего отеля. И люди приходят на них загорать и отдыхать. Как говорится, почему бы и нет. Море, кстати, на всем протяжении опять-таки на него жаловаться не могу. Вот я показывал наших отдыхающих. Потому что море-то с нами останется. Мы на него будем смотреть всю зиму бесконечно. А вот вы все разъединитесь и здесь будет пусто. Поэтому надо запоминать именно моменты того, как вы здесь отдыхали. И как вам здесь было прям очень хорошо. Ребята поймали кораблик отдохлого. Буду вам показывать. Эх, жалко, когда погибают. Санаторий Анапа. Он с той стороны Пеневского проспекта находится. И здесь у нас выход еще из детского лагеря был. Сейчас пляж уже разобрали. И, собственно, эта территория тоже теперь для вас абсолютно доступна. Приходите, отдыхайте, как говорится, с любых мест джемоты. Смотрите, какая свободная территория. Постепенно лето сошло на нет. И наши дети уже к нам не приезжают. Их, хотелось бы. Вот еще раз говорю. Надо продлять хотя бы детям месяц без учебы. Чтобы приезжали и оздоравливались. Потому что лучше потом, чтобы они не болели. И, закапываясь нашим парцем в песочке, отдыхали по полной программе. Тут подписано, что это Дель Мар. Называется местечко. Пустые места прошли. И двигаемся к центральному пляжу. Джимоте. Первый проезд. Он становится все ближе. Уже тут все было в люгах. Прям очень плотно. Море опять чистое. Опять манящее. Вас просто приглашают, чтобы на катере таблетку катать. Даже не на гидроцикле. Полетели, ребята. По волнам, по-моему, на катере гораздо веселее. Ну да, как заносят прям. Эх, что-то я давно не катался. Точнее, один раз сегодняшний таблетки. Наверное, надо как-нибудь еще раз. Как тебя зовут? Меня зовут Гова. Я из города Курска приехал. Как тебе на море отдыхается? Ой, отлично. А почему не в школе? Ну, у нас удаленка. Тебя нет, отпустила. Угу. То есть спокойно отдыхаешь и удаленно делаешь уроки. Да. Хорошей тебе погоды. Давай пить рунку и хорошего отдыха. От души. Пока. Ну, собственно, как я и сказал. Ох, он издалека прибежал. Бедный запыхался. Догонял меня. Спасибо большое, что смотрит меня. И рад, что благодаря удаленке дети могут проводить еще больше времени на море. Еще раз говорю, ловить такую погоду просто обязательно, как говорится, иначе поступать. На выходные еще, возможно, к нам приедут люди. Будет тут побольше народу. Но в данный момент времени как-то прям пустынно. Хотя я смотрю туда, дальше. Это с надеждой постоянно. Просто так издалека. Кажется, что люди много. Подходящая такая вот пустота и грустнота. Будем надеяться и верить в том, что, конечно же, этот сезон будет еще вас всех радовать. Вы найдете возможность приехать. Считаешь комментарии под видео. Кстати, пишите их почаще, потому что на все отвечают. Люди говорят о том, что, ах, только приехали, уже смотришь видео, хочется обратно. Так найдите возможность, приезжайте. Жилье дешевле, еда дешевле. Море бесплатно. Чистое, манящее. Вот когда были водоросли, все были здесь. Море стало чистое и никого нет. Как-то это взаимосвязано. Не находите? Ну и вот он, выход у нас уже с первого проезда виднеется. Вот там потихонечку мы до него добираемся. Огромные территории пляжные. У нас даже вот, прогуливаясь по Джимоте, это только на пяти километров до шести пляжа. То есть, знаете, вы час будете с небольшим двигаться вдоль них. Вот здесь тоже водоросли есть чуть-чуть. И этого вполне достаточно, если убрать вообще все это благоустройство для того, чтобы вы размещались и отдыхали здесь на водах. В каких позах у девушки завалились под зонтом с фонтом и отдыхают. Хорошо вообще. Я всем желаю уже, ни на кого ворчать даже не хочу. Слушайте, ну прям реально пустовато, конечно. Надежды были, что хотя бы первый проезд порадует большим количеством людей. Ну нет, у вас тут немного совершенно. Ну, качели зато работают. Я смотрю, что детки на них прям радуются. Братцы, хорошо отдыхаем. Спасибо. Все чаще наши люди встречаются на джимоте. Значит, моих тут очень много отдыхает. Всем спасибо, кто здоровается. Это очень-очень приятно вас послушать. Если хотите что-то рассказать, тормозите меня. Поболтаем под запись. Ну и вот, выход на центральный пляж. Вы помните, как было здесь? И вообще, как стало. Ну, джимоте, надеюсь, что еще долго. Здравствуйте, тоже наши люди. Это прекрасно. Туда смотришь, вроде бы еще люди есть. Надеюсь, что мы туда дойдем. Сил хватит, да? Ну и здесь, в принципе, в море. То там, то там почти народу есть. Тут и водные аттракционы. Я смотрю, что поубирали. Городок стоял с правой стороны. Потому что людей становится все меньше. Обратно поворачиваешься. Ну, видно, да, что пляж уже пустынный. Уже нет такого, что негде прилечь. Все сидят на отдыхе, чилят. В общем, красота. Я все равно рад за всех, кто еще приехал. И может заниматься отдыхом на наших любимых песчаных, прекрасных пляжах. От души пускай у всех все получается. Вот реально смотришь и грустишь от того, что пляжи пустеют. Все понимаешь, что совсем немного дней, и тут практически вообще никого не останется. А ведь хотелось, чтобы отдых и ваше присутствие здесь не заканчивалось еще очень долго. Вот так вот быстро пролетел сезон. Мы даже не успели заметить. Я бы вообще пробой практически весь его на рудках пустын. И сейчас немножко жалею. Надо побольше отдыхать, купаться в море. Надеюсь, что еще успеем в бакодном сезоне этим позаниматься. Я пока не верен, это надеюсь. Горе чистое, солнышко пока еще чистое, море еще теплое. Будем этим заниматься. Здравствуйте. Наши люди. Везде это. Прекрасно уже. Так что ждем, ждем, ждем. Давайте, не грустите, приезжайте в лучшие места Черновского побережья. Сегодня для вас по телевизору, а завтра вы можете быть здесь, на песке на этом лежать. Главное решиться и приехать. Мы прошли чуть дальше. Здесь уже начинаются пляжи по улице Морской. И в этом году здесь самые первые начали убирать навесы теневые. Вот шезлонги. Я показывал, люди говорят, да не, не может быть. Но вот, пожалуйста, ребята. Возможно, они к отелю какому-нибудь относились и очень быстро их озабрать. Здравствуйте. Хорошего отдыха. Везде наши люди. Как это приятно. Друзья, друзья. Чистое море, повторяюсь. Теплое солнце. Теплый песок, кварцевый нас ждет очень-очень-очень сильно вас. Если есть возможность, бросайте все и на море. Мы вас еще ждем и надеемся. О, тут чуть-чуть даже водоросли для вас сохраним. Обязательно. Когда на лучшее время приезжай? Ну, конечно, нельзя угадать, чтобы погода на бархатный сезон была стабильная и классная. Но все всегда как есть. Вот, слушайте, дальше там прям много людей еще есть. Счастливая тебе идет опять девушка в одиночестве. Слушайте, прям очень много приехало, как я говорю вам, людей. Особенно девчонок. Пацанов не вижу загорающих. Нам тоже девчонок прям очень много. Одинокие. Ну, не вижу никого грустящих. Все отдыхают с удовольствием. Рыбки. Вот такие маленькие. Здесь такая великолепная для маленьких детей. Итачки. Чистейшее море. Манящее солнце. И выход по улице Морской. Барные территории тут также не работают. Есть спасательная. Есть звонки с дачей. Прокатка тамаранов имеется. Ну и, в принципе, это достаточно. Вот он, выход на Морскую улицу. Мужчина играет. Самый сложный. Первые сорок лет для мужика. Дальше полегче становится. Вот так вот сам пляж по улице Морской. Девчина спивался в загорающие подсолнышком. О, я нашел вас, ребята. Это от улицы Морской в сторону Феи 3. И, наконец-то, я нашел людей в джимате. Тут их еще очень-очень достаточно. Достаточно. Обратите внимание. Стоячих людей практически нету. Все лежат. Ну, понятно, что все равно кто-нибудь встает там в море сходить. То есть места настолько достаточно, что людям не приходится чувствовать дискомфорт. Что по тебе рядом кто-то ходит. И ты себе спокойно лежишь, загораешь. Ну, и в море получаешь тоже удовольствие. Кто тебя не пихает, не толкает, места всем абсолютно хватает. Великолепный вархатный сезон в Анапе на Джимате. Ну, это пляжи на Морской улице. Мне здесь прям нравится. Потому что такое количество людей очень-очень приятно. Немного и классно всем. И это прям большой плюс, да? Когда люди могут спокойно находить все местечки, что рядом с ними плотно, они не стоят лежи. Не приходится драться за эти квадратные сантиметры пляжа для отдыха. Ну, спокойно себе наслаждаешься отдыхом. Приходим в Радину все эти платные. Дальше начинаются детские ночевые пансионаты. А потом уже пляж непосредственно всей третьей. И здесь, я думал, что людей будет больше. Ну, в принципе, ладно. Скажем так, люди есть, но не много. То есть, в принципе, отдых максимально хороший, комфортен. Я думаю, что те, кто выбрали бархатный сезон, сейчас здесь находятся делать. Есть, есть, есть. А переживали, что будет плохая погода. Кто-то решил вообще отменить. Там из одного дождя писали в комментариях. О, хорошо, что мы не поехали. Ну, вот вам, ребята, день, дождь. А теперь уже полмесяца. Солнце. Солнце, бывшие дети, создающие брызги. В общем, все просто, фантастически и великолепно. У тех, кто рискнул и приехал. Могло быть, конечно же, по-другому, да. Но им повезло. Пятна красного загара у девушки. Собственно, желаем, чтобы и вам везло, если вдруг вы к нам приезжаете. Хорошая погода вам сопутствовала. Ну и вот, собственно. Проходим. Это у нас вверхи, называется пляж. Тоже. Молодцы. Собственно, отдыхающие. Видео заходящие. Море здесь тоже чисто и классно, в принципе. Так как и должно быть. Чудо выпивающее на этом пляжике. Пиво. Прям многие. Слушай, я раньше думал, что все перестали пить, потому что сам не пью. Ну, меня в собутыльники, собственно, никто не зовет. Так вот издалека, конечно, джемоте показывает еще количество большой людей. Но мы понимаем, что прошли все эти территории. И там практически все пусто было. Ну, так более живо картинка выглядит, да, ребята? Давайте вернемся сюда к пляжику и чуть поближе рассмотрим всех отдыхающих, собственно, на нем людей. Может быть, себя узнаете, либо своих друзей, знакомых. Может быть, кто-то с любовницей ехал. Здравствуйте. Очень приятно. Хорошего вам отдыха, подписчики. Вот так вот. И наши люди везде. Это очень-очень-очень приятно. Спасибо всем, кто узнает. Привет и передает лица от души и для души. Ну, это дальше. Вот они. Ребята, пошлю. Пускай у них все будет хорошо на этом отдыхе. Мы же продолжаем нашу беготню. Двигаемся туда, к пирсу. И надеюсь, что еще и до джемотинского проезда доберемся. Сегодня все пляжи джемоте смотрим в полном объеме. Как и есть. Все по факту. Все по честному. Чтобы вам было это смотреть интересно. В каждом городе, который включился. Ба, бац, и в атмосферу перевелся. Вау. Вот это да. Красавчик. Это мне понравился. Прям. Вот таки необычно. А вот еще один. Кто-то тут прям лепил. Но это больше на паука похоже. Забор говорит о том, что пляж всей трети заканчивается. Дальше свободная территория. Дальше еще шезлонги под сдача в больших количествах. Пять море чистое. Впереди вижу там будут еще водоросли попадаться. Ну вот так. Сейчас мы видим прям четко. Особенность Анамского побережья. Если водоросли есть. Если у нас там что-то спокойно без штормов боковых течений. То они где-то кусочек есть. Дальше чисто. И ты можешь всегда выбрать себе чистое море. Кто-то может прийти и плеваться там на пятне на дно купаться. Потому что я понимаю тоже не хочется ходить. И заплатил не более пряди денег. Постоянно в отеле выходить на идеальный чистый пляж. Возможно мы когда-то к этому придем. И море у нас будет идеальное. Постоянно в гостях. Но это пока в далеком будущем. Сейчас это только лечь мечты наши. Вот сейчас смотрите какая красавица черепашка есть. Как поспать сейчас в тишине под шум прибором. Мне кажется прям идеально. Море и ты. Тоже хочется палатку куда-нибудь набереть морской. И отдохнуть. Здесь когда-нибудь реализуем программу. И отдохнем по полному. Что-то как-то не могу просто решиться. Еще там несколько фотосессий осталось. И они не дают возможности ничего. Собака. Ты чей откуда? Это ваш? Все ты со мной пойдем? Да пойдем. Я же интересней. Все таки остановился. Я думал что уйдет сейчас. Полодака отпустили. Я ему понравился. Здесь я смотрю что помимо серфов. Ну может быть конечно это ребята свои принесли. Доски. Парусами. Я кстати ни разу не пробовал на доске. На деньсеркингом позаниматься. Может быть тоже интересно. Доходим до пирса. Здесь люди тоже появляются. Потому что проход. Упс. На душе. И на песочке тут валяются. Море чистое. В этих местах. И нам практически удалось сегодня покорить все пляжи Джамате. Я думал вдруг не получится. Но нет. Вроде. 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 Те что-то едят. Это здесь выпивающее. Хотя бы не вижу. И это очень радует. Ну и сам собственно пирс. Тут по нему можно выйти на теплоход. Вообще приг Daddy. Не пускай нам специальный парень сидит, который говорит 10 холда нет. И собственно на этом все заканчивается. Чуть пройдем. Тут можно250ai видно что. Чисто. Гвняще. И туда дальше. Конечно людей начнет плачь. Пустеет пляж, кончается сезон, но тем, кто приехал, пусть перед Карасин будет он, согласитесь. Кирсу можно кинуть взгляд в обратную сторону, то, что мы прошли с вами, пляжная территория, вот он так далеко, Сибурьюг от нас находится. Вот это все мы шли, шли, всех этих людей видели, все эти пляжи с вами покорили и дошли прямо вот отсюда. Красота, лето-лето, не уходи, чудо-чудо, продолжайся. Тут у меня тоже вот этот отель, который торчит и есть на обзорчике, поворачиваем камеру и смотрим уже именно на территорию Джаматинского проезда. Тут такое ощущение, что тоже людей очень-очень много, красота одним словом. Ну, пишу, говорим, до свидания, рассмотрели мы здесь, очень много приятных мест, вот Касана, типоход, который сюда отходит и пойдем еще прогуляемся. Еще у меня пару батареек есть. Кто бы еще, знаете, такой вот для человека придумал врубаться, новый встав и пошел. Сегодня такой сверхактивный день и я этому несказанно рад. Тем более, мы проводим его вместе с вами. Пускай, конечно, дистанционно, как бы я хотел с прямой трансляцией здесь прогуливаться. Ну, эфиры из-за всех этих ограничений на скорости стали таким не особо нужным, важным моментом. Надо проводить, наверное, из дома трансляции, сидеть, общаться, может, по выходным, либо каком-нибудь мы что-то делали, готовили, тоже было прикольно. В общем, будем думать об этом, может быть, к какому-нибудь формату придем. Пока все равно гуляем, смотрим по сторонам и дышим воздухом морским. Это надо делать, пока тепло еще на улице. Гулять, гулять, и, говорите, еще раз гулять. Все у нас показывает чистый море, чистый берег довольных людей. На нем довольно приятно. О, смотрите, какая красота. Не знаю, с чего это сделано, черненького, но прикольно. Вот такой вот еще крокодейчик рядом. Красота, сказали, что это девочка. Делала такие скульптуры из песка. Вот этот пляж я показывал. Ну, собственно, ребята, мы врываемся уже в места, которые спокойно можем нажимать джемоте. Ух, сирена, эти походы зазвучалом. Все хорошо, не переживайте, кому дает сигнал о том, что все, пошла работа экипажа, и они отходят. Пока разряженная обстановка по людям. Дальше, думаю, что будет больше. О, еще один крокодил. Слушай, там крабики популярны. Здесь крокодилы. Это прям интересно. А кто это? Это женщина. А это не ваше видео? Не знаю. Не знаю. Огонь. А почему у нее грудь? Подождите, это не закончили варианты еще. Хорошо, мы смотрим, давайте. Уходите, потом подойдете. Так, тут женщина лепит, и грудь куда-то у нее сползла. Наверное, в возрасте. Точно нормально? Или это все-таки пиво влияет на вет? Огонь, ребята. Ладно, хорошего отдыхала. Это чудо. Не знаю, что точно влияет пиво-не пиво, но настроение точно классное. Это не ваше видео в Телеграме. Телеграмов много. Будем надеяться, что подписаны на нас, и при этом огромнейший. Подписывайтесь, ребятки, на Телегу. Это, честно, очень и очень важно для канала. Буду стараться делать интересный контент, позитивный. Ну и не только, потому что не всегда нам радоваться в этом мире, потому что есть у нас и тяжелые моменты. Ну и, собственно, здесь первый выход с этого пляжа. Мимо белого пляжа, там можно пройти по настилу. И чуть дальше будет еще второй. Тут, слышите, какое-то море темное. Ну, чистое. Наверное, песок и водоросли попали, которые винили. Песок стал черным. Дальше. Людей еще много. Леопардом накрыто. Ух, как они все тут хорошо отдыхают. Но все равно пустовато. Так со стороны смотришь, говори, у вас скопление народу. Проходишь дальше. А здесь пустота. Очень, к сожалению. Я вот думаю, пройти ли дальше по пляжикам, захватить еще следующие. Или все-таки здесь уже выходить с этих берегов. Ну, пожалуйста, еще водоросли. Это на точке проката. Они здесь. А дальше, вроде бы, опять чистая водичка идет. Всегда, говорю, ходите, гуляйте, ищите и находите. И прибудет с вами чистое море. Классная водичка. Прекрасное, позитивное настроение. От этого всего получите. Будете стоять на месте, грустить. Ну, собственно, будете грустить. Потому что ничего не изменится. Хотя, как говорится, если долго ждать, то, может быть, все само собой образуется. Мы дошли до Джамайки пляжа. Надо здесь уже подснять, в общем. Нашел такого сверхчистого моря. Ну, как есть, все по-честному покажем. Вышло солнышко. Еще давайте кусочки видео добавлю. Потому что под солнцем выглядит все гораздо более приятнее. Отдых всех этих людей, которые сейчас на берегу моря находятся. Позавидуем им по-хорошему. Пускай у них все получится хорошо с отдыхом. Конечно, хочется, чтобы везде было чисто. Ну, по факту, говорится, мы показываем по-честному, как есть. Есть водоросли, водоросли, чисто море, чисто морем. Здесь я вам хочу показать, тут еще одного крокодила слепили. Это настоящий прям Годзилла-крокодила. Я его лепил. Круто. Смотрите, какой большой еще. Украшен водорослями. Очень круто смотрится. И подписан такой. Гена. Красавчик, да? И с зубами, и с глазами прям заморочились по полной программе. Размер, конечно, поражает. Огромнейший крокодил. Как вас зовут? Елена. Елена. Это вы сделали, да? Да. Красота. Откуда вы к нам приехали? В Екатеринбурге. И как вам у нас отдыхается? Отлично. А где? В Самой Анапе, на Новороссийске. То есть сюда приезжаете, выбираете этот пляж. А что дальше не прогулять? Смотрю, то есть водичка как бы не совсем, не самая чистая. Просто ушел, дальше везде кристально. Я была до срачи, она с утра. А, то есть поригнала просто сейчас. Да, с утра до вечера. Понял. А в Анапе где отдыхаете? В Анапе. Ну, конкретный адрес. В Анапе в Анапе 185. Сколько стоит? 2. За 2. Ой, по-разному. Ну, сегодня вот вы сколько платите? 1300. Сколько человек? Боих. За двоих. Вы довольны? Не всегда довольны. Ну, это прекрасно. Хороший отдых. Спасибо, что смотрите. Мы по вам ориентируемся по погоде. Спасибо. Стараюсь. Мы туда в сентябре не ездили. Всегда на июнь и июль. Август. А теперь вот решили, смотрели, какая погода все время. И решили, вот, поехали. Ну, слава богу, что повезло, то пускайли пообещал. И плохая пора. Бывает сентября прохладная. Да. В этом году, ну, вот, реально же вы, как говорится, выиграли. На мой взгляд? Ну, а вы не считаете, что повезло? Нет, мы просто не были в это время никогда. Ну, вообще, последние года именно так. Какая приятная женщина. Сфотографировались с ней, сколько делом. Кстати, ребята, если у кого-то есть фотографии вместе со мной, за любые года, присылайте, выкладываю у нас в группу, наши люди. Папочка называется, группа ВКонтакте. Туда вы обязательно подпишитесь. Ну, можете даже сами туда выложить фотки. Ну, либо мне пришлите. И, дай бог, как говорится, приглядели. С вами сила. Плёшь, Джамайка. И горожи никого не пускают. Территория абсолютно свободная, пустая. Там никто не отдыхает. И говорили, приди попозже. Вот, пришёл попозже. О, вся территория пляжа. Если пускают, только вот в этом углу кто-то там сидит на отдыхе. Вот она, правда, жизни. Территорию огородили. Людей не пускают. Ну, хотя бы от моря отступили. Но при этом они сейчас носились дюны и говорили, что для всех это делают. Брали. Море напротив них чистейшее. Видите, мы сказали, что именно в тот момент пригнало водоросля. До этого была вот такая же водичка везде. Вот опять бутылки спил. Испод пива, или спил, не знаю. Не проверял. Ну, и мы, дорогие мои, в принципе, доходим до дюны Золотые. Или Золотые пески в пляж, правильно говорить. Дальше там Эллада. И потом ещё Голубой пирс. Я думаю, что тут можно прекратить нашу прогулочку. Ну, что, в принципе, всё понятно. Пляжи свободные, классные и манящие всех вас. Те, кто приехал отдыхать сюда, сказали, что всё будет высший класс. Ну, давайте чуть назад ещё глянем. Вот смотрите, мы оттуда шли. Там людей много, много. А здесь, за счёт того, что море не совсем чистое, прям видно, да, разницу. Пляж такой, бац, и пустынная. Туда дальше, при этом я вижу, что тоже наполнение становится гораздо лучше. И людей побольше. Ну, ситуация вся как есть. Здесь, как говорится, всё по-честному. Смотрите, наслаждайтесь, получайте эмоции от тех, кто отдыхает на наших ещё берегах. Потому что я тут стою относительно возвышенности. Такое можно увидеть, что тут происходит. Происходит, в принципе, красота в Джиматэм. Тем, кто приехал, реально выиграли в лотерею в шикарную погоду. Просто желаем всем великолепного, отличного отдыха. Входим с территории пляжной. Вы можете увидеть, насколько мало здесь сейчас людей, отдыхающих на шезлонках. Левая, правая сторона. Ну, всё-таки ещё немножко есть. Кстати, вот этот правый пляж, скорее всего, уйдёт под новый отель. То есть, это ресорт Олипсо-отель. Здесь Мари Тима. Я вам показывал его. Ну, вот этот, скорее всего, уйдёт вот под тот. Ждём, когда он застроится, запустится. Хотелось бы в нём тоже побывать. Да, говорится, ощутить столько времени стройка двигается. Ну, и, в принципе, сейчас видите, как преобразился уже к концу сезона 2024 года Джабетинский проезд. С левой стороны Белый пляж. Территория называется. Там можно было тоже и фунглы снимать, и отдыхать на его территории. Говорится, отдельно за день. Скажите, если вы не отдыхаете на Белом пляже. Выбор лишь за вами, где находиться. Дюны тут ещё свободные пока. Хотелось бы, чтобы так и оставалось. Ну, и у нас тут операторы оставляют ручки с этого связи. Возможно, в дальнейшем когда-нибудь мы будем ходить с хорошим интернетом абсолютно по всем пляжным территориям и джимоте. Пока же это только лишь мечты. Всё работает очень плохо. Тут уже всё позакрывалось. С торговых павильонов на пляже. Хотя вот мужские прогулки предлагают. У нас, кстати, тоже есть мечты прогулки. К Максиму обращайтесь. Абсолютно на любых водных средствах предложат вам дождь и туалет. Даже на Лукере можете покататься, ребята, с прозрачным дном. Судно, часовая прогулочка. Уверен, что вам понравится. Ну и здравствуй, джимотинский проезд. Здрасте вам. Наши люди везде, это приятно. Ну, вот так вот выглядит проход. Отель этот закрыли. В этом сезоне он не должен работать. Так, это нет, не знаю. Потому что я, в принципе, там не отдыхаю. Ну, а тут работает огромное количество торговых павильончиков. Хотелось бы в зелени лавочек, а не в ренах перед морем. Ну, когда-нибудь обязательно всё изменится и случится именно так. Кашляют люди. Сейчас болеет очень много. Борусная какая-то ходит. Мон-Пишель. Отель называется. И тут также продаются разные рыбки, круги и пёсты. Здесь, ух, ребята, я смотрю, какое дело это остекление большущего этого отеля. Наверное, один из крутейших будет. У меня представляет, что бетона не видно будет. И всё будет в одно стекло сделано. Круто. Подождём. И всё с вами глазами увидим. Здесь у нас Таймерский проспект. Пошёл в Чахангахи и Цахаров. Находится столовая с левой стороны. Работает. Я, в принципе, по словам по всем здесь ходил. Ценники всё показывал. Они, в принципе, и не изменились. И тут тоже 100 клоунек закроют. Кроме вот нижних этажей, я так понимаю, что это покупка будет. Выпечка разная. Фрукты, овощи. Предлагают. Ну, и одежда. Шумят. Я так понимаю, что это что-то там запенивают. Тут же должно быть всё по новым стардакам. Должны переделать здесь дорогу. Магазины уже абсолютно все запустились. Да, всё, дверь открыта. То есть нужно приходить и покупать. И ещё здесь разные продажи. Столовая с детским уклоном. Хорошо оформленная. Большим выбором. Но людей уже едят у них. Это, в принципе, ещё едят. Это самое главное. Афра-экзотика, друзья наши, торгуют. Краснодарский чай продают. И море косметики. Ждём озеленения. Лавочки, скамеечки. Здесь у нас в Гранд-отеле проход. И ещё одна Маша и Медведь. Столовая. Дамблгеры, Нью-Йорки. Короче, выбор большой везде, ребятки. В этом видео не хочется акцентировать. Вообще, в принципе, на реге. Ну и смотрим, когда вообще здесь должны закончить строительство. Ноябрь-2000, начало. 1025 год. То есть май. Перед летом, в следующем году, это должно уже всё. Поработать. Хилтон ждёт, наверное, своих гостей. Так что, можно будет уже даже бронь сделать. Может быть, первые будут со скидками отдыхать. С правой стороны у нас одежду больше продают. С правой стороны, помимо столовой, косички. Дальше. Крупты, овощи. Ну и тоже выбор большой всего в этих местах. Ну, я знаю, сейчас забегу. У нас за кофе. Вот рыбка, соленья. Дальше у нас столовая. Полёт. Что-то хотя бы, ну и просто посмотрели. Шашлыки. Жарят. Вот в полёте, смотрите, людей тоже много. Возможно, столовая тоже очень вкусная. Если ели в полёте, пишите отзыв, ребята. Я, кстати, в этом году про полёт что-то не читал отзыв. Хотя все комментарии смотрю. Во всех соцсетях, везде. Читаю, отвечаю. Дальше, дел видео не смотрите, обязательно напишите комментарий. Через дорогу тут по пешеходному переходу можно перейти. Там домашняя столовая. Много разных магазинов и развлечения разные. Также пак аттракционов. И, собственно, аквапарк находится. И строится ещё у нас там апарт-комплекс один. В общем, будет на этих пляжах отдыхать столько людей, что точно будет. А Джамайка себе уже джунгель снесла. Надеемся, что другие это делать не будут. Морепродукты на заказ. То есть можно заказать. На вкусняшку здесь приготовят. Мини-маркет. Ну и тоже, видите, весь Пельненский проспект. Самая главная проблема у нас это отсутствие парковок. Заставлен автомобилями. Это печалит. Вот если всё-таки сделают хороший проект, у нас появится много, много, очень много парковочных мест. Сделали бы там по всему Пионерскому. Даже платные парковки, но за умеренные цены. И можно было припарковать машину, пойти на пляж. Я уверен, что было бы очень хорошо. В принципе, тут придётся жертвовать газонами, благоустройством. Ради этого. Но как вот по-другому, я не знаю. Устроить где-то рядышком большие 2-3-4 ярусные парковки. В общем, предлагайте, ребята, ваши варианты решения. Потому что Пионерский проспект большой. И добираться с одного места от другого довольно-таки тяжело. Ну вот если бы бесплатные автобусы курсировали чисто по Пионерскому проспекту, то тоже как вариант. Но для этого надо все машины убрать. Вообще на перехватывающей парковке. Вот мы дошли до Магнита. Всё-таки ладно, не пойду я в него. Тут кофе всё по 100, так называется. Это, как говорится, одно из новых мест. Также он фрукт, овощи продвинутый прям с прицепа. Каждый день здесь. В Фоногарини винотека появился следующий здесь магазин. Он ещё не открылся. И доходим до перекрёстка с предлезнедорожным проездом. Он идёт у нас к роте ДПС. Но там парк аттракционов. Солнечный остров находится. Я думаю, что вы там были, если в джимоте отдыхали. Там вниз скидок разные есть. Какие ребята с бантиком. Встретить в курортное время таких довольно-таки прикольно. Море Тима с той стороны стоит. Был на обзоре. У меня отель. Ну, также тут дача. Есть парковка бесплатная. И там заход в Дельфинарий. Парк работает. Музычка играет. Колесо крутится. Бабло всё ещё будет. 130-я маршрутка. Она здесь поворачивает. И туда идёт у нас на Цибанабалку. Здесь у нас рота ДПС находится. Дальше пока ничего. Ну, тут единственное, что машинки есть такие вот интересные. Многим нравится. Можно зайти на территорию. С ними сфотографироваться. Волги и Москвичи. Тут тоже ещё есть немножко развлечений. Значит, мороженое. Там номеранта. Всё для тех, кто здесь приезжает, там оформляет что-то. Кофе-хаус. Находится здесь. Могут котенёчек поесть, заказать и тут же посидеть. Обрал Дюссо фирменный магазинчик. 708 в стиле. Море косметики. Много таких магазинов. Здесь деревья, лавочки. Разные, вот такие вот красивые наши, российские персонажи стоят. Это классно. Это прям респект у вас жуха тем, кто здесь сделал эти точки торговые. Обычно по правой стороне хожу. Всё время вот по левой возвращаюсь. Поэтому и туда показываю камеру. Там у нас грин находится территория. Как мы помним там называется. Но тоже было на обзоре. Грин дача. Слева кофе, пицца. Ангел вкуса. Терраса. Обед 300 деревянный. У нас что-то можно. Ну, пустовато. Всё. Тут уже тоже чувствуется, что сезон заканчивается. Видите, они ещё и по проспекту сделали себе точки, чтобы люди приходили на отдых. К ним есть ели там. Пишите. Отзывы раньше были прямо очень хорошие. Рай, столовая справа. Ну, и здесь вино Табиа фермерское. Северанское. Уже вино предлагают. Здесь Аратти. Уди. Семейная винодельня. На традицию. Прямо слушайте, сколько разных винодельниц собралось в одном месте. Даже не видел раньше. Ну, вот, пожалуйста, прошли и познакомились с этими местечками. Тоже там малолюдно. С левой стороны столовая. Моя семья называется. Будучка такая приятная играет. Люди едят. В общем, всё отлично. Единственное, там света маловато. Такое ощущение как-то экономят. Через одно лёстер горят. Чтоб не видели, что ели. Далее у нас туристский проход к морю находится. И здесь всем известная ванилька. Кофейня. Поесть сюда можно прийти. Есть. Собственно, почему бы. Нет. Вот так вот девчонки мусор положили. Просто кто-нибудь уберёт. Ну, правильно. Предприниматели работают. Ну, сорокорядным нет. То есть, об администрации всех обязал. Это было всё хорошо. Здесь они молодцы, конечно. Красиво вокруг себя всё оформили. Работают круглогодично. Можно приходить. Далее аптека. Там частный сектор, который полностью задаётся. Жемотая. Четыре стороны развлекательный комплекс. Уф. Здесь приходи. Музичка играет хорошая. Тут много разнообразных развлечений есть. Чувствуется уже моя усталость. У меня на ногах намоталось плюс ещё четыре километра уже. У меня ещё возвращаться до речки Мужепсин. Ё-моё, может, на маршруточку сесть? Я уже не прошу. Там, ребята, поддержите донатом. Ну, доехать, думаю, сам справлюсь. Ну, а так вообще, если есть возможность, буду благодарен за поддержку канала. Спасибо всем, кто подпидывает донатики, приходит. Обещаю. Спасибо большое. Номер телефона, видите, на экране. Плюс 7-9-8-8-333-7-8-8-8-7. Можете поддержать. Сбербанк. Карта привязана. Буду рад вас поблагодарить. Тут ещё гастроном в магазине находится. В нём водичку покупал как-то раз. И дальше мы уже идём с правой стороны частный север купить разные торговли. Ну, здесь просто тоже зелёный проход. Единственное, раньше здесь были скамейки возле этих мусорок. Ну, хотя бы чисто мусорки остались. Тоже большой плюс. А там у нас находится пансионат Джимада. С левой стороны. Ну, по мне, вот весь Пионерский проспект должен быть такой. Зелёный большой прогулочной зоны. Классный, манящий, прекрасный. Никак иначе. Напротив пансионата тут уже становится много торговых точек с игрушками, одеждами. Вот сам вывеска пансионата. И у них центральный вход находится. Дальше у нас уральские самоцветы. Будет и арочка. Проход к морю по уральскому проезду. Уральские самоцветы у нас в этом году сняты на канале. Можете посмотреть. Ну, если вы видите, ну, мы здесь перейдём на паровой сторону. В принципе, там можно было пройти парк аттракционов небольшой показать. Ну, я думаю, что с этой стороны. А хотя, наверное, останемся мы тут. Тут, в принципе, ничего такого нету. А перейдём уже за парком аттракционов напротив уральских самоцветов. Я понял, что мне надо охладиться, славиться. Мороженком 90 рублей. Стаканчик СССРовский. Много разных точек. Продажи всего, чего ты хочешь. Ну, и также шашлычки. Жарят мазочки. И напротив у нас улица Ростовская. Тут ещё остановка в сторону города Анапы находится. Сколько раз прохожу тут. Говорят, попробуй вкусное мясо. Что-то мороженое, честно, нельзя взял. Вроде бы хотел такое себе. Посмотреть, что жарят. И по чём, я думаю, стоит. Муховый пугиватель и свинина 100 грамм, да, 120 рублей. Мне говорят, попробуй наш шашлык. Договорились на маленький-маленький кусочек. Пока мы ещё цены попросим. А как вас зовут? Сигнал. Сигнал. У вас постоянно прям отличные отзывы. То есть, вот ты сказал маленький, а тут уже пол куска отрезал. Это вот только что пожаренный. О, посмотрите, какая красота. Дегустируем. Слушай, ну это не шея, а мякоть, да? Мякоть, да. Амрикон без касси. Очень вкусный маринад. Не зря хвалят. От души. Хороший работает. Ну что, теперь я шашлык там пробовал. Мягкий. Это мякоть была вкусной. Под соль идеально. Ну и специи. Знаете, бывает такое мясо ешьте. Мясо нечувствующее за специи. Здесь не зря хвалите. Так что приходите. Пробуйте обязательно. Ну вот, пожалуйста, на джимуте несколько точек вкуснейшим шашлычком знаем. Тем, кто советовал нашим людям. Спасибо вам большое. Это у нас проход через Ирлайские самоцветы. И выход на улицу морскую на пляж. Тут люди хотя бы есть. Музыка звучит. Можно сказать, по прямой пройти. Но интереснее вот сюда. Направо будет. Мы вообще перейдем сейчас дорогу. И попросим посмотреть. Вдруг там американец работает еще. Здесь стирим. Дальше еще одно заведение. Но пойдем по правой стороне. В этих местах продавим фрукты, овощи, одежду. Ехал бы лучше по дороге договориться. Как сетит постол. Шашлыки. Жарили ножики. О, американца что-то мы не видим. Жалко, что он перестал работать. Здесь хинкальная. Хинкальные отзывы прям отличные. Могу вам сказать, что 100%. В этом году люди приходили, отзывы писали. Я вот благодаря вам могу другим, вот как говорится, рассказывать. О том, там хорошо или плохо. Здесь все лето идет, короче, война. Ставят сюда всякие эти места для отдыха. Их убирают. Опять ставят. Вроде бы пока убрали. Тут только говля процветает. И здесь кафе «Сказка» находится. Повторяйте, пока нету, только запускается. С левой стороны аптека номер 6. Ну и здесь, ребята, ценники можно все посмотреть. Все очень удобно. Тоже шашлык. И двигаемся. Впереди у нас гостевой дом «Санды» есть на обзоре. Также у них там столовая за 97-99 рублей. Предлагают поесть. Все работает, в принципе. Меня постоянно зовут. Я пытаюсь пройти, чтобы не узнать. Ребята, хорошая столовая. Я ел у них, отель снимал. Они очень классные. Давайте здесь. Такая точка закрыта. На углу. Кафе «Клим» у нас уже запустился. Работает после того, что здесь произошло. Я считаю, что нет ни у кого права ни за какие там слова, обиды, там, еще что-то наносить увечья. Особенно ведь девушек это как-то вообще не так. Что бы они не сказали. Ну, не хотелось бы того, чтобы в нашем государстве были какие-то другие законы. У нас один. Пускай соблюдается. Здесь шашлыки жарят мужики. Все работает. Столовая работает. И бар, ресторан тоже запустился. Буквально день один не работал. Он просто в той ситуации, когда избили аниматоров. И потом дальше опустился. Ну, здесь, ребята, геолокация. Шашлыки тоже продают. Цены какие-то хорошие. И это прекрасно. Ну, сейчас все заготовится к запуску. Ну, собственно, я понимаю, что здесь, ребята, отдыхают как бы именно Кавказа очень-очень много. Что-то мы расстегналились. Непонятно. Здесь у нас пятерочка стал большой. Магазин фонарей убрали. Рената Высок, Арбузь, Крымгора, Парадаря. Большой Руслан пошел. Туда у нас первый проезд. Самое главное, что удалось победить вот эту свалку. Я прям нереально счастлив. Уже даже ничего. Не стоит никаких табличек. Люди перестали бросать. А нет, стоят. Вот они дальше. Все лето. Это вонь. Крысы. Мыши. Это было жутко. Сейчас более-менее хорошо. Не хватает здесь скамейчик. Не хватает валочек. Не хватает мусорок. Просто стоящих. Чтобы люди могли выбросить какую-то оберточку. Здесь у нас магниты. Перед магнитом, в принципе, мусорка есть. Здесь dance hall называется. Разные развлечения еще. Есть батуты, тиры. В общем, для деток, для маленьких. Все, что только может тут поразвлекать. Для тех, кто в этой части чем-то отдыхает. Прям очень удобно. По вечерам здесь много людей собирается. Дальше у нас Ява. С правой стороны три звезды. Самолетик стоит. Имени Гулаева. Памятник. Улица Гулаева. И туда дача. Пансионат Гулаева находится. Все вкупе собрано в одном месте. Ну, такие вот электрокары. Возят своих постояльцев на пляже. Мы же двигаемся дальше. Потихонечку. Кофе с собой можно взять. Открыто написано. Следить. Вот, я думаю, гуляет летом много. Не хотелось бы, чтобы вот такой тротуар. С освещением, газончиками вокруг. Был. А что, до конца. С левой стороны. Юбилейный. Который я вам рассказывал. Они пляж уже свой собрали. Вот там отдых закончен. Ну, а с правой стороны. Отчасти она. Побывший пограничник России. Территория. Не знаю, как она там точно делится. Поэтому умничать не буду. Ну, тут сейчас как частный сектор. Люди проживают еще. В этих домах. Ну, это центральный вход. Юбилейный. Тут я под такой прекрасной аллеей. С левой стороны сосны. Тут тури. Прогиливаясь в удовольствие. Очень много вопросов появляется у людей, которые гуляют по Пионерскому проспекту. Потому что здесь плитка, видите, в каком состоянии. Спрашивают. Ну, когда-нибудь будет наведен здесь порядок. И тротуары будут выглядеть достойно. Мусорка на Пионерском проспекте по-анапски. Очень большая проблема в том, что у нас все, кто занимается руководящей должностью в Анапе, пешком не гуляют. На автобусах не ездят. Не знают, как там люди скандают. Не знают, как тут говорят. Ходите пешком. Блин, ну идешь, спотыкаешься. На велосипеде не проедешь, ну что разбитые тротуары. По дороге не проедешь, ну что там ад из парковок стоит. Грацион Стритфуд. Ну, уже тут, наверное, все или закрылось. Не знаю, все работало ли в этом году. Пищите, ребятки, я даже не знаю. Казаново раньше. Тут такое было вавлярничное место. Среди деревьев еще столики стояли. Помню, тут двич постоянный шоу. И выходим мы на гостевой проезд по Пеневскому проспекту. Я думаю, это место известно очень-очень многим. В правую сторону у нас столовая номер 7. Хорошее заведение. Много хвалебных отзывов. Здесь сейчас работает светофорная сигнализация. Сам гостевой в правую сторону. Здесь уже к морю столовая придорожная. Ну и сами проходы я много раз снимал. Тут можно посмотреть, как прикольно люди. Вдруг, вот, другое проходят. Все, проход завершен. Дальше в Пеневский проспект и в ту сторону. Мы перешли, но на гостевой не пройдем. А дальше по Пеневскому двигаемся. Здесь у нас кафе Гепарис. С левой стороны, с правой стороны, небольшой пруд, в котором рыбки живут. Тут всякие-всякие всячины продают. И с левой стороны магазин продукты находятся. Сыры, мягкое мороженое. В общем, чего здесь тоже только нет. Игрушки можно же повыгрывать. Винно, пенное пиво, кексы. Где будет красиво, цена 150. Можно стоит сфотографировать? Ну, давай, тебя как зовут? Амина. Амина, ты откуда? В Твери. Вот, я их привет. Спасибо большое. Подожди, две секундочки. Всем привет передай. Всем привет. От души хороший отдых. То есть, хотели столовую, которую продавали? Какую? Секретную. И? Очень вкусно. Это прекрасно, хороший отдых. Я рад, что советую, хорошие места, ребят. От души всего хорошего. Здесь блюда на угля находятся. Жарят шашлыки. Жарим, варим. Такое местечко огородили заботчиком. Вот вам, пожалуйста, буква 12. Секретная столовая. Советую, ребята, обязательно. Может быть, все-таки туда заехать? Секретную столовую. Чайка. Столовая, пиццерия. А то столько прошел и не показал. Давайте, наверное, сейчас у меня машина стоит. Красно по пути, мы туда не заедем. Здесь еще куча разнообразных торговых точек. Роллопицца суп том ям. Обещают вам. Можно это, понимаем, на заказ сделать. Вот, ребята, вот сюда зашли. Тут, значит, отдыхают они. Приятно видеть. Единственное, не попросил прислать фотографию. Семейная венгиня. Антоненька. Руки, фрукты. Диня за 79-75. Арбузик еще по 79. Аромант стоит такой прям. Вау. И дальше. Фрукты, фрукты, магазины. И парковка. Еще раз говорю, это вот самая беда. То, что здесь происходит именно с парковочными местами, друзья. Слева еще стороны шашлыки, выпечка разная. Ну, а дальше. Здесь уже больше, наверное, частный сектор. С правой стороны курортный отель Олимп и море А. Пора находится мы с вами на обзоре тоже в этом году видели. Осталось совсем, мне кажется, немножко доснять место размещения всяких. И вот все, кто едут, попадать к нам, чтобы посмотреть, как выглядит тот или иной отель там или еще что-то. В проспекте здесь прям столпотворение. Народ пробки организовал. Здесь фрукты, овощи, кукурузы. Две штуки за 150 предлагают. И здесь косички плетут, коктейли делают. Жарят, парят, шарму предлагают. Тут пончики, кстати, самые дешевые были. Это общем, бирга, рай. Вверх бар находится, выпечка с чебуреками. Уф, прям аж голова закружилась. Я здесь всегда поутру пробегал и так много всего не работал. Тут напротив вот этого гостиница, либо это частный дом. Вообще чей-то такое озеленение просто фантастическое. Как бы это хотел, чтобы везде так и было. А здесь реал-тур. Ребята, с которыми я вас, Людмила Владимировна, отправляю. Если тут отдыхаете, можете тоже заказывать у них здесь экскурсии. Здесь Караван, гостевой дом. Большущий. Велосипеды. Все эти, как на бруконе прикручены. Часть от мотоциклов. Ищут на переход. Я надеюсь, что у вас голова не закрутилась. Смотреть по сторонам. Чудок идешь туда-сюда-сюда. Много всего, в общем. Всякая бижутерия. Чешлык, раки, булгеры. Выкрывка, медивок, супы. Вира 330. Со стениной, в ковице за 300. Там у нас еще какая-то империя находится. Или столовая, что это такое. Специи, фрукты, овощи. Дача Фея 3-я, Кисмет. Олимпийская деревня раньше называлась. Место может быть как-то сейчас изменилось. У нас это лежит. Бестиница. Некоторые ралли тоже закрыты. В общем, тоже как парень пойдешь по Пионерскому проспекту. Везде все предлагают. Едой пахнет. Торговля бойкая. Ну, я думаю, что раз сидят. Ну, а что, спрос? Хороший. И на фрукты, и на овощи. На все остальное. Специи, орехи и чаи. Дальше пивас. Пивно. Вот вам очередь даже стоит. Рыбка. Ну, здесь вино. За вином что-то никто не стоит. Короче, у нас все, я понял, что люди почему-то пьют больше пива, чем вино. Тоже разливайки еще одно. Вопрос. Говорится, рождать предложение пивных разливайки прям. Ну, очень много. И вот мы сейчас наблюдали за местом. Людей стояло именно за пеной. Грузинская кухня здесь. Лукоморье. Тоже атмосферное местечко. Красиво там горит печка. Уф. Все, что... Прям уж захотелось зайти на это место. Может быть, какому-нибудь заеду. Ну, одному грустно будет, поэтому надо компанию себе взять кого-нибудь. Ну, и все, и третье. Это работает. Много на балконах вещей. Хотя на пляжных территориях мы этого особо не увидели. Здесь мы по левой стороне идем. Видимо, солнечный, по-моему, пансионат назывался. Сейчас тут тоже что-то поменялось. Тоже хорошая прогулочная зона. Как это должно быть. О, здесь тротуар. Даже скамеечки встречаются. Ну, как минимум камень, указывающий на то, что это теренково тут дальше стоит. Мусорок нет. Скамеек все-таки нет. Хотя места под скамейку есть нет. Здесь даже показалось, что вдруг и скамейка есть. Здравствуйте. Здравствуйте. Часовный, правильно назвать, на территории феи третьего. Так вот в пеньки люди мусор запихивают. Молодцы, хоть в пеньки, раз нормальных мусорок нет. Ну, вообще, идешь, сосновый лес. Как это прекрасно, да? Дышишь рядочком моря буквально через территорию этого пансионата. Морский воздух здесь в большом объеме присутствует. И фитонциды с осенью. Это восхитительно. Прямо сверхполезно, если честно. Территория этого солнечного пространства. Дальше у нас территория Сибар-Юганач. Здесь еще по бокам такие большие деревья высажены. Ну, и фея третья заканчивается. С правой стороны, вот так, наискосок был раньше, Прометей. Сейчас там ежик называется, автокемпинг. Мы его снимали в этом году. Тоже обзор для вас. Ну, здесь вот Сибар-вход. Территория что-то тоже пустынно выглядит. Ну, очень красивая она там. Парковая зона. Раньше тоже чисто детский был. Сейчас перестроили это место. Вот Сибар-Юг. Ну, и тут можно увидеть феи. Люди, кто не дождался. Машинки своей идут во время отдыха. Мусорка все-таки была найдена. Вот здесь и Бор-Юга они есть. И это приятно. У нас остановка без остановки на границе Сибары бывшего северного сияния. Установили огромнейший просто забор. Там идет перестроение. Помню, как здесь река текла между четырьмя сезонами. И сюда в ворота море впадало. Было такое. Помните, ребят? Какой-то же. Поехал машинка фея. Даже с водителем рядом с свободным месте. Значит, не все заняли. Ну, так вот мусорная реформа выглядит в Анапе. Это еще прям порядочнее. Но сюда наливаем. Такие там даже там есть еще. И выход к морю. Дальше здесь магазины, маркеты эти. Мороженое там заказывают ребята. Выпить можно, купить. И куча всяких еще стрит-фудточек. Это все территория бывшего северного сияния, которую перепродали, ее застроили. Спереди здесь вырезала коммерция. Прократив все эти места тоже в рынок. Ну, люди берут их в аренду и пытаются зарабатывать. Говорится. Почему бы и нет? Единственный момент всегда статуировали. Ребятки, будьте аккуратны. Да, вообще, в принципе, все услуги. Познавайте сначала конечную стоимость, а потом уже все остальное заказывайте. Ммм, проспект Грин, кафе, столовая. Странно, уже все. Не работает, наверное, невыгодно стало. Ну, может быть, сегодня их одной, конечно. Здесь прям ребята предлагали на выбор много чего, но уже не работает. Вот уголек, шашвычка, работает. Здесь коктейли. Много-много-много чего предлагают. Ну, посетителей не вижу. Потому что сейчас люди более экономные приезжают. Тоже чаи, рассыпуха разные. Вот сколько все одинаково. Чем-то так большой, я тоже этим буду. Пошел там через 20 метров, точку взял и сидишь, продаешь. Собственно, идея для бизнеса, получишь опять. Сейчас выключу их, столовая. Здесь находится справа с стороны, эти сыры. Такие ароматы. Ну, и пиво, лимонад. Тоже, люди не так очень много продукта. Здесь следующий уже в Бристон отель. Имеется проход к морю. На этом проходе, в этом году снимал отель. Тоже один показывал, как можно отдыхать в бассейн. Вон ключевый выход к морю. Вот это возле Альфа Плюса, там, который озвучил проход. Дальше. Аппетит. Вот, станет бон аппетит, аппетит. Тоже называется столовая сверху. Отельчик, салон красоты, аптека. То есть, если даже в эти места вы приезжаете, но вот здесь выбор всего. Прям, ну, очень-очень большой. Девушка с ним пиво, пиво, пиво. Паркатурирует, в общем, как говорится, хорошим живет. Еще одно столово. Вот, тянется вдруг кому-то, если надо, вытереться. Ну, и сегодня маркет с правой стороны. Проходим отель, который тоже был на обзоре. Ну, и здесь предпоследний на этой территории выход на пляж, по которому мы сегодня с вами пройдем. Он упирается в джунную. Там надо будет либо влево, либо вправо проходить. Еще одно столовое. И там еще шашлык. И собака здесь спит. В общем, аугуст называется. Здесь вот он прикольно. Еще по-русски написали. Вот, вообще хорошо. Свободные номера предлагаю, друзья. И все остальное. Ну, и вот он, еще один выход на пляж. Мимо речки Мужепсин. Он ваш. А мы ходили в том, вон, и Мужчинка стоит. Ноги устали. Километраж у нас 18. 18 за сегодня для вас. Надеюсь, что заслужил подписку, где бы вы не смотрели. Вообще, подпишитесь на ВКонтакте, Телеграм. Это очень важно. И пишите комментарии, ребятки. Потому что без них я не вижу вообще, что я делаю, зачем я делаю. Так хотя бы ваши отклики, отзывы читаешь, понимаешь, куда двигаться, куда развиваться. Ну, и с вами был Юрий Азаровский. Всем привет, Черноморский. Надеюсь, что долгий видеосюжет вы выдержали. Ну, а я монтировать и для вас представлять. Всю эту интересность, красоту наших мест. Всем до следующего видео. Подкидывайте идеи, что вы хотели посмотреть, и где вам, и что показать.